Тема часа «Роль науки и технологии в работе железных дорог в России». Александр, что касаемо цифровых решений для локомотивного комплекса, вы можете обозначить некий реальный кейс, некий рабочий план, или, может, уже этот план в действии, который сегодня располагает, предполагает то, что вы, как научно-исследовательский институт, и осуществляете некую деятельность по именно цифровым решениям для локомотивного комплекса российских железных дорог? Да, вопрос как нельзя кстати. Мы в прошлом году на базе локомотивного ремонтного депо «Братская», это Иркутская область, это суровые зимы, это много снега. Мы реализовали уникальный проект, на наш взгляд, мы реализовали там цифровое депо, проект «Цифровое депо». Что это такое? Этот проект был основан на трех составляющих проблематичных сегодня, наверное, для всех железных дорог, которые существуют. И если говорить про «Братская», то... Первая проблема, давайте. Первая проблематика, которая сегодня там была, это усложненное маневровое движение. Так. То есть все локомотивы, которые находятся, заходят на ремонт и находятся в режиме ожидания ремонта, они так или иначе должны были проходить через станцию. Это определенные временные затраты, это определенные временные потери, потому что станция пропускает поезда, и, соответственно, локомотив... Ну, ждите, да. Да, ждите, вы в ремонт, вы подождете, а нам нужно пропустить пассажирский поезд. Вторая проблема? Вторая проблема была в том, что Восточно-Сибирская дорога и Дальний Восток, это... Как часть всего полигона. Да, как часть всего полигона, это сложный профиль пути. И все, что касается характеристика наших колесных пар, то мы понимаем, что сложный профиль пути связан, прежде всего, с повышенным износом колесной пары. И все локомотивы, практически, которые заходили на ремонт, они подлежали либо перекатке колесомоторных блоков, либо обточке колесных пар. Есть вопросы и климатики, вопросы и инфраструктурной составляющей, и вопросы материалов, но, тем не менее, эта проблема имелась. И третья завершающая? И третья завершающая проблема, это, прежде всего, контроль всей технологии. То есть, мы сегодня понимаем, что технология есть, технологическая дисциплина должна быть, но все про это говорим и не знаем, как это проконтролировать. Так, чтобы… Извините, технологию чего? Технологию перевозки? Технологию ремонта. Именно технологию ремонта. Технологию ремонта и технологию сервисного обслуживания. Так. И вы, цифровым депо, решили все эти три проблемы разом мобилировать? Абсолютно верно. Каким образом? Самое первое. Мы разработали для этого депо тяговый агрегат. С учетом гибридных наших технологий, с учетом аккумуляторного хода, мы сделали самоходный тяговый агрегат на комбинированном ходу. Он может ездить как и по рельсам, так и по твердому покрытию. И он может перемещать три секции одного из самых тяжелых локомотивов в мире. Мы тем самым избавились от выхода локомотива на станционные пути. Мы сами осуществляем эту маневровую работу. Хорошо. Вторая проблематика была решена тем, что мы организовали в депо не поточную технологию, как это традиционно у нас реализовано практически во всех депо, а мы организовали шесть универсальных ремонтных позиций. Тем самым мы что решили? Мы решили, что каждая секция локомотива, когда остановится на ремонт, остановится на свою позицию, которая оснащена всем необходимым инструментарием, оборудованием, персоналом для того, чтобы осуществить адресный контроль и ремонт тех узлов агрегата, которые необходимо обслужить. Тем самым мы запараллелили время работы этого ремонта, сократив время цикловых режимов работ с 24 часов, это нормальное цикловое время, до 8 часов. Сегодня у нас локомотив может ремонтироваться. Подождите, как запараллелили? Это некая параллельная реальность виртуальная? Вот вы когда сказали о том, что вы предложили шесть универсальных ремонтных позиций, вы их где предложили? Давайте вот оффлайне или в онлайне, чтобы было понимание? Нет, это все реальная составляющая. Был цех, который ремонтировал локомотивы в объеме Т3. А вы поделили? Мы его никаким образом не делили. Мы взяли этот цех и сделали универсальную технологию, которая позволяет ремонтировать локомотивы от цикла ТР-1 до цикла ТР-3. А как вам цифра в этом помогла? Подождите. Цифровое решение здесь в чем? Цифровое решение в том, что все оборудование, которое находится в этом депо, оно собирает данные либо с локомотива, либо со своего состояния технического и передает их в Центр управления ремонтом. Тем самым мы понимаем, мы видим состояние локомотива до постановки на ремонт с учетом установленных на него бортовых систем. Мы понимаем состояние локомотива с учетом того, что мы додиагностировали его при приемке локомотива. И мы понимаем состояние локомотива в процессе ремонта, потому что все оборудование, которое сегодня находится в депо, оно собирает необходимую нам информацию. И как я понимаю, вот как раз этими решениями мы подходим к решению третьей проблемы, что мы оцифровываем сам процесс именно ремонта. Абсолютно верно. То есть весь этот набор данных, весь этот массив данных, которые вы собираете, это и есть некое облако, которое позволяет вам оценить состояние ремонтных работ. Вот. Абсолютно верно. Можно ли эту технологию тиражировать сегодня на всю сеть? Это будет первый вопрос в дальнейшем. А далее, когда вы все это оцифровали, вы эти данные получили, вам же нужно какую-то аналитику произвести. И что дает эта аналитика? Зачем? Вот вы получили сеть. И что? Что вот? Удается что-то улучшить, переформатировать? Во-первых, мы, когда получаем данные, у нас эти данные ложатся в определенную матрицу. Матрицу уже цифровую. Мы понимаем, что... Ну, стандартную матрицу, то есть, да? Да, стандартную матрицу, да, что та или иная операция, она должна быть выполнена, и она должна быть выполнена с определенными характеристиками. Ну да, хорошо. Когда мы видим полностью заполненную матрицу, значит, локомотив у нас отремонтирован. А, то есть, если вы в этой матрице видите какие-то пропущенные... Либо пропущенные, либо мы видим отступление во времени, либо мы видим несоответствие... А система как бы некий сигнал подает, что тут несоответствует? Да, конечно, конечно. И мы уже подходим к тому, что мы можем формировать протокол автоматической выдачи локомотива на линию. С учетом того, что за нами пристально присматривает в это время приемщик РЖД, ему не нужно повторно проходить, тратить время на то, чтобы перепроверить те показатели, те характеристики, параметры, локомотив, он это все может видеть в онлайн-режиме. То есть, вот этот пристально, который приемщик присматривает, все равно это дублируется? То есть, фактор человеческий мы никуда не уводим? В сегодняшней технологии, да, дублируется. Но мы все-таки ведем к тому, чтобы у нас процессы, они были последовательны, но не параллельны, не дублировались. И что дала эта оцифровка? И возвращаясь к предыдущему вопросу, можно ли это все сегодня тиражировать на сеть? Сегодня эта оцифровка, прежде всего, повысила технологическую дисциплину. Насколько? Вот как она ее повысила? В чем это выражается? В цифрах, процентах? Это выражается, прежде всего, в том, что мы, я уже сказал, что мы сократили время ремонта. Это услышала, да? Мы начали понимать, с какими реальными характеристиками локомотив выходит на линию. И мы, самое основное, мы начали вести цифровую историю этого локомотива. Некий цифровой паспорт. То есть все данные хранятся? Да, все данные хранятся. Мы, заходя на следующий, допустим, объем ТО, либо ТР, мы уже понимаем, что с этим локомотивом было до этого. Амбулаторная карта больного. Абсолютно верно. Так, можно ли тиражировать везде, распространить? Надо ли вообще это? Безусловно, это нужно. Но прежде чем приступить к этапу тиражирования, нам необходимо все-таки отработать все процессы в этом депо, в котором мы начали. А какие вы увидели минусы? Опять же, не то, чтобы в своей работе какие-то блог найти, а когда вы это все оцифровывали. В любом случае, есть же какие-то сложности с той же матрицей, с получением данных, с внесением этих данных, с просмотром их. Какие-то сложности возникали? Безусловно, возникали сложности. Возникали сложности прежде всего с взаимодействием различного программного обеспечения. Потому что Братское, оно стало неким островком цифровизации. Мы собрали все цифровые технологические решения со всего мира, передовые. И вот несостыковка между программными продуктами, конечно, она являлась доминирующей, тормозящим фактором. Сейчас мы этот процесс уже практически отстроили, привели все к общему знаменателю, но, тем не менее, после того, как мы провели общему знаменателю, нам необходимо немножко поработать, чтобы понять, что получилось. Время есть. Спасибо огромное, Александр, и успехов в непростом цифровом решении для всей сети. Спасибо большое. Редактор субститров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова